Добрый вечер, друзья. После двухнедельного перерыва мы в новом месте. Железо на проводе. На проводе еще и Елена Александровна Савинич. Добрый вечер. Итак, начали. Значит, моя королевская рать. Я горжусь дружбой с несколькими компьютерщиками, крутыми ребятами. Чувствую себя рядом с ними каким-то неполноценным. Если бы не они, мой путь был бы короче, короче, короче. Так, начну, конечно, с Афронова. Почему? Он меня пригласил на этот вебинар, видите? Здесь было написано «Здравствуйте, Валерий». Антон Сафронов пригласил. Из-за пункта 2 я с вами говорю. Дело в том, что я испортил жизнь всем компьютерщикам, которые принимают участие в обучении уже, можно сказать, всей страны. Или, по крайней мере, той части страны, как неравнодушный к садоводству. Ну, лидер пока Антон Валерьевич. Почему? Потому что он, мало того, что больше ста фильмов и вебинаров сделал с моей помощью. Представляете, какая работа, сколько нервов и сколько сил и времени. Так он еще и умудрился заболеть, заложить сад, цитирую, площадью Вадинга, совсем недавно. А на прошлом вебинаре убил меня тем, что у него уже появились первые яблоки. Да какие! Вот. И вот его путь садовода, а это уже без меня. Посмотрите. Мне понравилась вот эта фраза его. Испокон веков садоводство почиталось наравне с военным делом. Вот. Садоводство обучались молодые люди у стариков из местных жителей. Очевидно, подобная традиция забыта, связь поколения разрушена. Да, разрушена будем восстанавливать. Но как, учили старики, хорошо учили, правильно учили. Вот. А какие были старики? Тут не зря упоминаются военные. Генерал Раевский стал ведущим садоводом России. Генерал, я горжусь, что у меня такие как бы предшественники. Именно горжусь. Вот. Он стал президентом Императорского союза садовода. Вот так вот. Он не только умел военное дело, но и садоводческое. Вот умеркий пример. Это все мне навеяло вот это вот приглашение Антона Сафрана у меня к этому вебинару. Ирина Александровна, я представляю, как мы с ней заканчиваем, начиная с мая, так называемой, произносной практикой. Правильно? Да. Теперь так. Вы нам рассказали, Ирина Александровна, про этот самый, одни садоводы Мичуринские. Очень интересно. Вот. Нашелся в свое время замечательный человек, гражданин России. И вот, специально подчеркивает, родился в Сталинграде, живу в Волгограде. То есть, ну, наш человек. Наверное, из патриота. Да не наверное, а точно. А иначе, не был бы патриотом, он бы не взялся бы мне помогать. Ну как? Вот, например, он начал распределять вебинары на части. И количество просмотров удвоилось и троилось. Сергей Анатольевич, привет, если меня видите. Вот. Ваш доклад он выделил в отдельную. Вы еще сами на мне видели. В отдельный фильм увидите. Его метод работы. У меня сейчас два уникальных помощника. У меня был уникальный помощник. Я вынужден добрые слова сказать, чтобы никого не забыть. Это короткая речь. Денисенко Андрей. 300 сыщих фильмов смонтировал для меня. Но, заметьте, он тоже заболел. Стал садоводом. На третий год мои саденцы у него, и четвертый, и пятый уже давали сумасшедший урожай. Почему? Вместе выкопали, вместе посадили. Все по железу. Сразу там сумасшедшие эти, есть эти фотографии. Ладно, ему сейчас не до этого. Так. Антон Сафронов действующий. Так. Заметьте, гектар. Сразу скажу. Кузнецова Катя, администратора моего сайта. Большую работу проделала. Все. Я ее свинью пацану. Теперь у нее сад из моих косточек. И она попробовала. Значит, был первый плод фаины. Вот. Посмотрите, сколько я уже перечислил. Денисенко заболел. Сафронов заболел. Троценко. Троценко. Да, четвертый этап. Потом этот заболел. Как его? Теперь, ну, по порядку. Следующий идет Троценко. Уже он издал две мои книги. Постоянно помогает с компьютером, со всеми делами. И у него подрастает сад. Где в Питере, где ничего не может быть. Растут абрикосы. Ждем от него вес. Опять еще один. Паращенко. Сам. Вот что интересно. Они всем взялись помогать. Сами. Я его не просил. Посмотрите на это лицо. Видели? Здорово, да? Так вот он, он, уже столько фильмов сделал. Я уже со счета начал сбиваться. Он работает с этими вебинарами. Я ему вышел большую, скромненькую посылочку заказал. Я ему вышел большую посылку. Если все это взойдет, то в Волгоградской области, или в правильной Бастеринграде, будет лучший сад автоматом. Так же, как у Сафронова будет лучший сад в Кемеровской области. У Юлии Матвеева, сколько они говорил? В Омской. В Омской области. Лучше, так. Ну, естественно, что вот, видите, куда мы клонимся. Вот. И, наконец, еще раз посмотрели. Вот. Я такими людьми горжусь, потому что они непростые люди. Вот. Мне их Бог посылает. Про Бога мы сегодня не будем говорить, но вот в этом плане. Меня ругают верующие, когда я клянусь Богом. Но здесь, я говорю, это мне Бог посылает. Берется вебинар и делится на... Пока одна часть, видите, это последний вебинар. Вот. Видели кусочек вам посвященный. Смотрите. Предыдущий вебинар. Все, кто сейчас нас видит, уже можете выборочно. Вот. Согласно вот этих вот оглавлений, уже смотреть конкретно то, что вас интересует. К тому же есть такие вещи. Страшная вещь, когда я пишу, это... А заголовок придумал я. А он сделал фильм. Когда пишут, что живица, это болезнь, это страшно. Это брать нож, стамеску и начинать вырезать. Вот. У нас вся система садоводства основана на этой глупости. Страшной, дикой. Представляете, что это делается? Вот. Так что спасибо. Силенто, я сейчас с вами не расстался. Ладно. Все-таки мы никуда не торопимся. Впереди снова зима. Скоро будет год. Читаю ваше письмо. Думаю, пропущен, но не буду. Вот. Спасибо. Рад, что вам понравился мой подход к решению выполнения работы. Есть такой анекдот. Его можно даже назвать случаями жизни. Так, отворачивайтесь и затыкайте уши. Мужчина сделал по просьбе женщины знакомой какую-то работу. Она его благодарит. Так быстро и так хорошо. Просто молодец. А он ей отвечает. Долго ли умеете? Она ему так лукаво в ответ. Умеете? Долго. Вот. Впереди очередной интересный вебинар. Кто кому это писал? И Веркам Кварц. Но я не вспомню, кто это. Вот. Кому-то пишет. Недавно мне попался отзыв, который отражает мое отношение к способу обучения Валерии Крымчевской. Это способ нестандартный, но он дает результат. Проверил на себе. И вот сам отзыв. Сейчас я его не стал сюда включать. Думал тратить время, не тратить. Сейчас, минуточку. Все-таки я его прочту. Дело в том, что мне нужна такая поддержка. Благодаря таким письмам, мне появляется желание дальше жить и что-то делать. Ну, ничего. Есть еще один отчаянный компьютерщик. Сейчас он находится в стадии заболевания садоводством. Потому что, если уже Пащенко, замечательный компьютерщик, уже заказал бы у меня косточки, я ему вышел через запасы. То Теселев Александр Валерьевич еще только собирается это делать. Но зато работу уникальную он делал. Значит, у меня творческий подъем. У Савинич тоже творческий подъем. Вот. В результате получились вот такие фильмы. Это работа. Монтаж этих фильмов. Прекрасная работа Теселева Александра Валерьевича. Я фотография у него была. Сказал стереть. Хотел о нем рассказать. Вот. Тоже сказал. Ник, о нем не рассказывать. А, жаль. Вот. Я выражаю ему благодарность. И его тоже ждет та же судьба. Не знаю, станет сырым компьютерщиком, но садоводом он станет 100%. Пока он это делал. Вот. Самый яркий пример это. Тенисенко и Сафрона. Со своими садами. Видите. Вот это работа. Киселева. Вот. Еще большой еще цикл он будет делать там, где мы снимали вместе с Еленевым Александром. Но не случайно здесь. Эти дни мы посвятили фильмам. Это часть производственной практики. Это вам не тяпка. В этом самом государственном сортоиспытательном учреждении. Так. Поэтому. Александр Валерьевич, выражаю вам огромную благодарность. Вот. Это наш общий труд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...